Ограничение на дневной проезд по Самаре для большегрузных автомобилей может заработать с августа. Напомню, соответствующий законопроект приняли в двух чтениях депутаты Самарской губернской думы. Запрет коснется нескольких улиц и вводится только на время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу, то есть до 14 июля 2018 года. При этом для круглосуточного движения грузовиков останутся открытый Кировский мост, Заводское и Южное шоссе. Детали еще раз обсудили министр транспорта области и крупные производители и ритейлеры. О результатах совещания расскажет Николай Козлов. С 6 утра и до 10 вечера не больше 8 тонн. Такое ограничение может заработать для транспорта на некоторых улицах Самары. Соответствующий закон приняли депутаты Самарской губернской думы. Мы же не только промышленники, строители промышленники, мы также жители этого города. И к нам в думу поступает огромное количество писем с жалобами, что невозможно есть. Мы обязаны дать какую-то альтернативу людям. Потому что к нам обращаются, говорят, сделайте хоть что-нибудь. Вы тоже это должны понять. Все понимаем, что вы наполняете бюджет. Все понимаем, что вы все работаете, вы должны развиваться. Но мы тоже должны о людях подумать немножко. Руководство крупных промышленных предприятий, производственные площади которых расположены в Самаре, инициативу по ограничению проезда крупногабаритного транспорта внутри города поддержали. В их числе заводы «Прогресс» и «Кузнецов», производители стройматериалов, шоколада и прохладительных напитков. Вопросы возникли у ритейлеров и производителей молока. На них ответит рабочая группа, в состав которой войдут все заинтересованные стороны. Промышленники, крупные производители поддержали закон. Если закон будет принят, то все нормы вступят в действие где-то к августу месяцу. Нужно будет принимать постановление правительства. Уже на этапе принятия постановления правительства будет вырабатываться общее решение, консольдированное решение с рабочей группой. Напомню, что ограничения продлятся на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу до 14 июля 2018 года. На специально созданной рабочей группе детально обсудят схему движения больших грузов. Николай Козлов, Александр Каракулько. Новости губернии.